Всем привет, с вами Юмилия, и сегодня отдельное видео мне бы хотелось посвятить такому персонажу, как Густав. Это тот человек, который в Metal Family нас раздражает больше всего. Вряд ли найдется хоть кто-то, кто начнет его как-то оправдывать или скажет, что это вообще его любимый персонаж. Мне хочется углубиться сегодня в его историю как можно больше, насколько это возможно на данный момент. Не знаю, будет ли он хоть как-то мелькать в дальнейших сериях Metal Family, но я нашла несколько видосов на ютубе, посвященных этому персонажу. По плану у нас 4 видеоролика, начнем именно с теории, почему Густав все-таки так жесток к глэму. Погнали. Любая жертва ради цели. Фраза, которая принадлежит жестокому бледному королю, персонажу из игры Hollow Knight. Данные слова дают нам понять, по какой причине он совершал такие ужасные поступки. Все те эксперименты с пустотой, создание различных существ из этой темной материи, множество разбитых, неидеальных сосудов. Все это результат неистовой мотивации короля, считавшего, что цель всегда будет превыше любых жертв. Несмотря на то, что я планирую в скором времени порассуждать о сюжете полого рыцаря, речь сегодня будет идти не о нем. В этом ролике я попытаюсь проанализировать и объяснить, почему Густав так жестоко издевался над собственным сыном. Как он связан с бледным королем и почему его методы воспитания сработали на Глэм. С первых секунд эпизода «Идеальный слух» Густав показал себя очень консервативным и неприятным человеком, который способен избить родного сына за каждую даже самую маленькую оплошность. Он приверженец старых традиций и методов воспитания. Те же в кавычках «любимые» удары линейкой Густава – это способ наказания, практиковавшийся в гимназиях 19 века. Себастьяну еще повезло, ведь тогда делали и не такое. Преподавателями у полное право поставить ученика коленками на сухой горох, или даже избить его спину розыгами. Хотя, наверное, Густаву и такое было по нраву, ведь он точно имеет садистские наклонности. Это явно прослеживается в финальных сериях первого сезона. Думаю, стоит упомянуть, что унижение и издевательство над людьми со стороны садистов очень часто обусловлены желанием быть лучше их окружения. Подобное можно сказать и о Густаве. Глава семьи Швагенвагенс является ужасным тираном, под гнетом которого в какой-то степени страдает его жена и дочь, но больше всех достается именно Глэму. Несмотря на то, что Себастьян рос в таком ужасном окружении, он смог стать хорошим человеком и обуздать своих демонов, которые, впрочем, иногда вырываются наружу и говорят голосом его отца. Опозориться самому! Опозорить меня! Опозориться самому! Опозорить меня! К слову, вполне вероятно, что старшему сыну Глэма, то есть Ди, могла передаться часть садистских наклонностей деда. Эту теорию подтвердили даже сами авторы в одном из недавних интервью, сказав, что Ди и Густав смогли бы найти парочку общих тем для разговора. Вполне возможно, на самом деле. Ди действительно похож чем-то на Густава. Например, внук... Вот это вообще неожиданно! Вероятнее всего, заинтересовался бы любимым увлечением Густава, а то есть охотой. Пусть Густав и весьма жесток, но Ди никогда не стал бы таким, как он. Тяга к насилию у парня выражается в ином виде. Он может пожертвовать жизнью котенка, но только ради науки. Вроде звучит не так страшно, да? Ну, не особо. А что если для поставленной цели понадобится сотня таких котят? Ди вряд ли бы смог пойти на такое, ведь он прекрасно осознает все тяжи своих поступков, хоть и является довольно грубым по своему характеру. Как мне кажется, именно эта черта и делает его не похожим на Густава. Еще в самом начале ролика я поведал вам о бледном короле Халлоу Неста. Он и Густав весьма похожи, ведь они оба были эгоистичны в своей целеустремленности. Для короля всегда был важен только результат. Из чернильно-черной жидкости, которая, по всей видимости, обладает собственным разумом и называется пустотой, а также из кусочка своей блеклой души, он, проводя эксперименты, создавал различных существ. И раз за разом пытался добиться совершенства в виде идеального существа – сосуда. Изначально сосуд должен был существовать лишь один, чтобы король мог принести в него ужасную чуму, поразившую Халлоу Нест. Но ему никак не удавалось создать чисто сосуд, незамутненный переживаниями и эмоциями живого существа. Такой сюжет интересный у игры. Спустя бесчисленное количество попыток, бледному удалось создать полого рыцаря, но и тот оказался не идеальным. Король был готов пойти на все. Он совершил множество ошибок и погубил кучу жизней ради того, чтобы наконец достичь своей цели. Густав, как и монарх, является жестоким и ужасным персонажем. Он издевался над Себастьяном и наказывал его за каждую фальшь, проскакивающую в игре на скрипке. С каждым днем на руке Глэма появлялась все больше рана от ударов линейкой. Иногда Густав выпивал или был опьянен гордыней из-за покупки какой-нибудь безделушки. В целом я вообще не понимаю, как можно, видя такое выражение лица у своего ребенка, продолжать заниматься чем-то подобным. У меня однажды с моим психологом был интересный разговор. Я не могу сказать, чего именно, но каким-то образом мы пришли к домашнему насилию. И она сказала одну очень интересную вещь, которую я никогда не забуду и которую хочу рассказать сейчас вам. Если говорить о насилии, например, между мужем и женой, возьмем такой случай, такую ситуацию. Вот представьте, вот он мужчина бьет свою жену, над ней как-либо издевается. Почему он это делает? Потому что она слаба и не может ему ответить. Что было бы, если бы на месте его жены каким-то образом оказался бы мужчина, два метра роста, вот такой вот огромный, широкий, мускулистый? Стал бы он его бить? Нет. И такие люди, как Густав, они каким-то образом самоутверждаются, что ли? Я не знаю, вот как он, кстати, сказал, хорошо. Они стараются показать себя самым лучшим из всего своего окружения. Таким вот способом, таким мерзким и ужасным способом. Я вот честно не понимаю, как работает мозг таких людей, но это мерзко и это ужасно. И я думаю, что подобная вот тема, да, как я вам сказала про мужа и жену, то же самое сработало бы и в этом случае. Потому что в этом и есть некая сущность подобных людей. Возможно, мы узнаем историю Густава когда-нибудь, да, окунемся в его детство, узнаем, как к нему относились его родители. Ну вот давайте посмотрим на Глэма, да, его реально избивал, издевался над ним отец. Какой он создал семью, очень классную, добрую, и настолько он любит свою жену и любит своих детей. Что было у Густава в его детстве? Если его били, то почему он продолжает делать то же самое со своим ребенком, при том, что он сам ощущал подобное на самом себе? Как к нему относились родители? Просто очень часто бывает такое в последнее время, особенно это прослеживается в разных произведениях, что злодей, главный злодей, которого все ненавидят, не так прост, и у него на самом деле есть повод или есть какая-то травма, почему он поступает так и не иначе. И вот мне очень хочется узнать, есть ли что-то подобное у Густава, что-то, какое-то происшествие в его жизни, которое сломало его психику или довело его до подобного образа поведения в отношении своей семьи, своих детей. Вроде нового револьвера Смит Андвессон, который был куплен им лишь для удовлетворения собственного самолюбия. В такие дни Густав хлестал линейкой Себастиана с особым усердием. Все эти ужасные действия с его стороны, вероятно, являются результатом точно такого же воспитания, но уже в детстве самого Густава. Ну, я уже про это сказала, если его тоже били, он ощущал на себе все эти ужасы, зачем он бьет своего ребенка? Типу, вот меня били и тебя тоже буду бить! Мы знаем, все представители рода Шваген Вагенс являются образцовыми музыкантами, а метод поддержания дисциплины с помощью рукоприкладства мог издавна практиковаться в подобных семьях. Родители Густава буквально вбивали ему мысль о том, что тот должен стать прирожденным музыкантом с идеальным слухом. Оттого он так часто и твердил своему сыну. Да он смеется надо мной! Корчит гримасу боли, особо улыбается внутри! Да конечно! Ты что-то затеял, что-то замыслил. Скорее всего, нечто подобное отец Густава и говорил мужчине, когда тот был в возрасте Себастиана. Также стоит отметить и момент из девятой серии, когда Густав оправдывал Лидию, занявшую третье место на конкурсе в консерватории, тем, что она девушка. Он повел себя так не потому, что авторы пытались донести какой-то месседж, связанный с превосходством мужчин над женщинами, как некоторые не особо разумные зрители могли подумать, а потому что именно Себастиану предстояло продолжить рот талантливых музыкантов и стать лицом семейства Шваген Вагенс, как это в свое время сделал Густав. Мужчина был готов пожертвовать здоровьем собственного сына для того, чтобы добиться некого результата. Вполне вероятно, что где-то в глубине души Густав хотел, чтобы его сын просто вырос хорошим человеком. Его методы воспитания и вправду сработали, но в более ироничной форме. Действительно, Глэм из потерянного мальчика превратился в благородного, вежливого и умного мужчину, который безумно любит своих детей. Когда Ди и Хэви были еще маленькими, Глэм, в отличие от своего отца, по-настоящему заботился о сыновьях. Но знаете, Глэм никогда бы не достиг такого большого прогресса, не будь рядом с ним его лучшего друга Чеса. Ведь именно благодаря ему, Себастьян познал свободу, убегая по ночам из дома. Понял, что его жизнь не вертится вокруг классической музыки. Жизнь смысла брала? Глэм никогда бы не закончил детальный макет города, никогда не научился бы играть на гитаре, сублимируя таким образом свои боли и агрессию. И, наконец, его жизнь с родителями и сестрой никогда бы не привела к знакомству с Вики. Кто знает, кем мог стать Себастьян, оставшись в семье. Быть может, высокомерным за Знайкой, как Лидия, или за шуганной тенью самого себя, или строгим деспотом, как Густав. В любом случае, Чес смог вытащить Глэма из этого болота, и потому он является одним из моих любимых персонажей Мэттл Фэмили. Друзья, я довольно долго работал над данным роликом и занимался им примерно две недели, ведь для него понадобилось полностью пройти Холлоу Найт, а также лучше разобраться в психологическом портрете героев семи металлистов. Я очень надеюсь, что сегодняшнее видео доставило вам удовольствие, и вы оцените его по достоинству. Кстати, я не планирую, ближайшие... Следующие три видосика по нашему плану, это фановые анимации, и первая называется вообще первая встреча Густава и Глэма. Погнали! Зацени. Отец, расскажи мне одну вещь. В твоем детстве тоже ведь трудно было держать достоинство при очередном унижении. Твой дед был так же строг, как и прадед. Но я тебя еще мягко бил. Можно мягко бить? Ок. Ты какая сила удара была у моего отца? Да я этого не отрицаю. Я вообще не держу на тебя зла, папа. Ох. Глупыш. Я же делаю это, чтобы быстрее подготовить тебя к разочаровывающей жизни. Если я и бил, то любя. Да, ведь ты, хорошо, возвращайся обратно. Забудем это прошлое, и будем снова жить как дружная семья. Да они когда-то жили как дружная семья? Я не вернусь. Никогда. Но я рад, что все кое-как прояснилось, отец. Ну хорошо. Я тоже рад, мой сын. Один только вопрос. Дан аккорд, в какой тональности он будет доминирующим? О, господи. В конце просто лицо Глэма вы это видели. Вот получается уже, что второй видос, в котором говорят о том, что с Густавом, видимо, так же поступали, как он поступает со своими детьми. И если действительно эта теория подтвердится, то я безумно рада, что Глэм вышел из этого порочного, отвратительно-мерзкого круга, когда отцы издеваются над своими сыновьями. Так, а теперь мы смотрим Густава, отвечающего на вопросы. Вообще, в целом, это так необычно выглядит. Дворецкий, такой красивый дом, и тут фигак, мышка, клава, микрофоны, навушники какие-то геймерские. Всем привет. С вами дядя Густав. Дядя Густав, блин. Я не думаю, что он достал так общаться, но окей. И сегодня я попробую поотвечать на ваши нищенские неважные вопросы. Какие мы злые. Итак, начнем. Вопрос номер один. Коты или собаки? Ненавижу шерсть. У меня аллергия на нее. А лысые коты? Следующий. У какого производителя сокупаете мебель? У вас все равно не хватит денег, чтобы достичь такой роскоши. Следующий. Ты играешь в фортнайт? Я больше думала, он офигеет с того, что его кто-то называет на «ты», а не на «вы». Какая марка? Вот снова твоего. Па, и можешь подробно описать характеристики. Характеристики? Если в коробке номер 37 находится револьвер, то что тогда находится в коробке номер 38? Наверное, ключи от яхты. Эй! А ну пиздой с моего места! Оу. Дипа знаете. А ладно, давайте дальше смотреть. Как ты относишься к своему сыну? Хламу. Жесть! Хламу, глэму, так исковергать! Слышишь ли ты его к бездарным? Как я отношусь? Он, блядь, не бездарный. Он, сука, пиздарный. Я его, блядь, так ненавижу, сука. Я убью его нахуй, если встречу. Мне очень страшно, помогите! Хоть Густав, ой. Оу. Чё за крепота творится? Хоть Густав, ну что, тут... Хоть Густав не жестокий человек, но вот есть в нём что-то такое аристократичное. И манера общения, мне кажется, была бы грубой, но другой. Здесь как будто такой батя вырубил свой телек и такой, так, ща батя всё разрулит. В такой манере всё это преподносится, а не Густав, у которого идеальный слух. Он идеальный музыкант, идеальный семьянин. Вот это вот всё. Ох, матерь божья. Помогите. Всё, это конец. Я-я-я. Оу, это типа Густав в образе. Оу. Охоу. Кхе-хе. Всё, мне кажется, пора заканчивать с этим видеороликом. Тут вроде как больше ничего не будет, но мне страшно, мне по-настоящему от этого страшно. Так, сейчас будет видос «Тайна смерти Густава». Так что, ребята, приготовьтесь, наверное, будет крипово. Берегите свои жопки, мы начинаем. Оу, шет. Простите меня за всё, ваш муж, отец, Густав. Помогите, отец! Тихо, Лидия, тихо. Что? Слушай внимательно. Мой бизнес под угрозой. Конкуренты уже несколько раз присылали киллеров. Защитить тебя и Себастина, ваших детей, может только эта инсценировка. Мне пора в далёкий путь. Но как? Что будет с нами, отец? Я напишу завещание. Если будешь молчать, почти всё наследство оставлю тебе. А Себастьину? Ему пойдёт лишь сувенир. Так надо, иначе враги обо всём догадаются. Конечно, отец, можешь на меня положиться. Какие мувы! Музыка шикарная. Да. Я думала, он сейчас Лидией так подмигнёт, типа... А чё вы не закопали? Стал морячком. А как же яхта Кэролайн? Не знаю, насколько эта теория верна, но она однозначно интересна. И что, если реально каким-то образом Густав остался жив и сможет встретиться с Глэмом и со своими внуками? И очень необычным был бы подобный исход, хотя, с другой стороны, вполне логично, что он уж довольно мужчинка старенький был, взял, умер, ну и как бы всё. А то, как он-то подводит к тому, что Лидии досталась большая часть наследства, где яхта, это тоже довольно интересно. Что думаете об этом, пишите, конечно же, в комментариях. Я очень надеюсь, что Густав хоть как-то появится, промелькнет. Какой-то, может быть, флэшбэк с ним в новых сериях Metal Family, ну и, конечно же, давайте вместе их ждать. И если каким-то образом когда-нибудь появится настоящий вопрос-ответ от Густава, то было бы любопытно посмотреть. Потому что этот вопрос-ответ поверг меня, мягко говоря, в шок. И стало прям максимально не по себе от его просмотра. Но с тобой, моя дорогая или дорогая, была Юмилия. Спасибо за просмотр, ставь лайкос, если реакция понравилась, и пока!